Приветствую, друзья! Меня зовут Александр Шадов, я кандидат философских наук, поэт, писатель, действующий философ, стример. В том числе я веду на своем канале лекции, и сегодня у нас по плану одна из оплаченных лекций «Таинственное критическое мышление». Я назову эту лекцию вот так вот метафорично «Таинственное критическое мышление». Ну и в процессе лекции я раскрою данную тему. Заранее отмечу, что лекция получилась скорее экспериментальной, то есть она довольно смелая в том плане, что там очень много критики будет. То есть на каждое положение, которое будет выдвинуто со стороны анализа критического мышления, значительная часть текста будет посвящена критике данного аспекта. И ввиду этого, даже через саму критику, мы будем пытаться понять, что же такое на самом деле есть. Это самое замечательное, таинственное, непонятное критическое мышление. План приблизительно такой. Я заранее скажу, что именно лекция нестандартная. Нестандартная она в том плане, что она слишком критическая. Потому что если вы хотите посмотреть не критическую лекцию по критическому мышлению, вам, наверное, неплохо было бы пойти на канал, там, не знаю, на какой-то скептикон или куда-нибудь там еще. Вот там люди реально поклоняются критическому мышлению и без всякой критики, без всяких сомнений и без всяких каких-то проблем. Они вам расскажут, что такое критическое мышление и почему именно вы должны быть его адептом. Мы с вами будем намного осторожнее в этом плане. Мы не так позитивно настроены к данной теме. Ну, заранее я просто вижу необходимость обозначить вот все эти позиции. Поехали. Довольно часто мы сталкиваемся с понятием критическое мышление, которое по каким-то немыслимым причинам является основным свойством интеллектуального человека. Да и вообще почти каждый пытается применить к себе это странное непонятное совосочетание. Основная проблема заключается в том, что разные группы людей под критическим мышлением понимают совершенно разные вещи. Из этого следует, что оно не является строгой и понятной методологической установкой. Какой, например, можно назвать научный метод? А ведь научный метод, он является четкой, понятной и строгой методологической установкой, если мы понимаем под научным методом, ну, естественные науки, собственно, и методы естественных наук. Вот. В научном методе четко виден алгоритм, определенная последовательность исследовательских шагов. Критическое мышление же в устах одних людей мимикрирует под научный метод, а потому является его синонимом, а для других занимается совершенно другими проблемами, вещами и имеет совершенно иные аспекты. Эммм, да. Общепринятого метода. Что довольно неприятно для сторонников критического мышления, к сожалению, потому что они неожиданно сталкиваются с большой проблемой. С большой проблемой того, что, ну, мало кто согласен с их пониманием критического мышления, а им это может показаться очень важно в каком-то смысле. Кстати, этими пользуются шарлатаны, бизнес-тренеры, в скобках, скептики, ну, из общества Скептикон, ну, да, те самые бизнес-тренеры из общества Скептикон, которые пытаются навязывать скептицизм и показать, что надо сомневаться во всем. Да, тезис, надо сомневаться во всем. Но на самом деле не во всем. На самом деле, если мы пороемся немножко, там очевидно, что далеко не во всем. Ну, и прочий сброд, соответственно, который пытается надуть людей на деньги, используя при этом довольно распиаренный, но при этом довольно размытый бренд. Учишь логику? Критическое мышление. Учишь здравому смыслу, чтобы это не... учишься здравому смыслу, чтобы это не значило, учишь здравый смысл, например, да. Это критическое мышление. Читаешь Википедию, критическое мышление, сомневаешься, так это тоже критическое мышление. То есть критическое мышление точно не является каким-то ментальным процессом, который присутствует у всех людей, так как ему можно лишь научиться. С другой стороны, он не является какой-то единой методологией мышления. Потому непонятно, чему мы учимся в процессе освоения критического мышления. Притом, придя к разным учителям, вы будете осваивать разные вещи. Кто-то будет осваивать рефлексию, прежде всего философскую, мышление о мышлении. Кто-то будет осваивать логику, которая может быть вообще не связана с рефлексией. То есть логика как формальная система, ее можно вообще отрешить от рефлексии и отправить вообще в другой конец нашего идейного поля. Они, может быть, и не противоречат друг другу, но и корреляции точной между ними нет. То есть бывают логики, которые не могут в рефлексию. Бывают люди с хорошей рефлексией, которые не могут в логику совсем. И ввиду этого, ну, это просто очень разные вещи. Здравый смысл, а здравый смысл вообще противоречит скептицизму. То есть вообще учение о здравом смысле это тотальное догматическое учение, которое призывает нас... Ну, я потом про это расскажу, конечно, сейчас кратко. Которое призывает нас просто, ну, вот брать на веру положения, которых придерживаются, ну, большинство в нашем обществе, такие положения, которые нам удобны, мол, мир существует реально, я не знаю, бог есть, как писал Томас Ритт, или еще что-то вроде такое. Такие вот базисные важные штуки, ну, хотя не во всех, ну, потом, об этом потом, потом мы это обсудим, в общем. Здравый смысл, он пытается нам навязать какие-то базисные позиции без доказательства. И для скептика это довольно трудно, потому что вот, как бы, ну, уважаемые, вы говорите про здравый смысл, но все позиции здравого смысла, они не имеют никакого доказательства. Да, их разделяет подавляющее большинство людей в мире, но это не значит, что я должен с ними соглашаться, и вообще беседы бы на ту или иную тему не состоялось бы, если бы я тоже придерживался вашему, в кавычке, здравому смыслу. То есть аргумент здравому смыслу, он почти всегда нелеп, потому что он просто почти всегда берет и является неким своеобразным отказом от проводимой беседы. То есть автор, который апеллирует к здравому смыслу, он может сказать, сливается тем способом, что нет, у тебя смысл не здравый, у меня здравый, и я считаю, что этого просто достаточно, и чтобы не обсуждать данную тему, доказательств вдруг не будет. Спасибо, очень важно. Аргумент здравому смыслу, он так всегда и считывается, ну, к сожалению. Вот. Вот у нас и проблема, да, каждый подсовывает нам под брендом критическое мышление все, что хочет и может. И единственное, что мы можем сделать, так это разобраться в диапазоне данного определения и захватить основные тенденции его трактовки. Начнем с истоков. Основание критического мышления и педагогика Дьюи. Неожиданно, да, американский философ Дьюи, почему-то опять философ какой-то оказался в центре той или иной концепции, почему-то опять тот или иной философ что-то создал, и люди за этим следуют, и люди в это верят, так скажем, людям это нравится. Очень классическая история на самом деле, как Конт создал социологию, ну, его последователи, которые тоже многие считались философами, как там многие философы создавали физику в начале нового времени, в эпоху Возрождения. Вот так же и Дьюи, собственно, создал концепт критического мышления. Джон Дьюи, известный американский философ и педагог, первым сформулировал понятие критического мышления. Под критическим мышлением он понимал активное, последовательное и осторожное рассмотрение любого убеждения или предполагаемой формы знания в свете оснований, которые поддерживают его, и следствия, которым оно приводит. В своей работе «Психология и педагогика мышления», о которой я, кстати, читал перед, соответственно, данной лекцией, он разбирает множество примеров применения критического мышления в истории, показывая, что оно является эффективным и наиболее правильным. Среди персоналей, использовавших критическое мышление, обнаруживается даже Колумб. Проще говоря, до Колумба все были, ну, так скажем, тупые и не проверяли информацию, по крайней мере, по поводу формы Земли. Но потом появился Колумб и узнал, что Земля имеет форму сферы. И ничего, что до кругосветных путешествий или даже до полета в космос, такие утверждения все еще могли бы показаться крайне сомнительными. Ну, допустим, у нас есть аргумент к отражению формы Земли на Луне. Допустим, 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 допустим. То есть у нас есть определенная тень, допустим, да, на Луне. Хорошо, хорошо, хорошо. Это может значить, что некая вот часть Земли имеет округлую форму, округлую, да. Но это не значит, что вся Земля округлая. Не значит, что Земля, например, не является чупа-чупсом. Ну, условно говоря, да, форма чупа-чупса. Шар и там палочка какая-нибудь. Просто Луна никогда не попадает в эту гигантскую палочку, допустим. И поэтому палочка никогда нигде ничего не отражается, соответственно. Вроде бы, да, чупа-чупс, но вроде бы чупа-чупс это не сфера, простите. Да, чупа-чупс, он противоречит бритве окамма, но знаете ли, почему нет? Вопрос, почему бы и нет? Особенно в те древние времена, когда мы многого еще не знали, почему бы не предположить, что Земля имеет форму чупа-чупса? Ведь греки-то предполагали все, что угодно. И конусы, и там цилиндры, и пирамиды, и все, какая угодно Земля могла быть. Не только плоская. Вообще, теории о том, какой формы Земля, их очень много, чтобы вы понимали. И сведение всего этого дискурса к двум вариантам, плоская и сферическая, ну, это крайне неправильно. Это крайне неправильно. А если мы расширим данный дискурс и не будем выбирать между плоской и сферической, а будем выбирать между всей возможной бесконечностью фигур, то из тех данных, которые у нас были ко временам Колумба, ну, простите, у нас не было стопроцентной гарантии, что Земля круглая. Даже с учетом кругосветного путешествия. Но, опять же, Чупа-Чупс можно вот так вот вокруг оплыть, и все хорошо, например. Все замечательно. Мы оплыли Чупа-Чупс по кругу, а вот палочку мы ее даже не видели. Вот может быть такое, например. То есть, действительно, можно сказать, что именно до космических полетов можно крайне было сомневаться в том, что Земля, она имеет форму именно сферы, а не чего-то другого сфера подобного. Или, может, даже не совсем сфера подобного. Ведь возможны всякие условия, всякие ситуации, всякие формы, довольно сложные, довольно непонятные и довольно неоднозначные, которые могут при определенных отражениях выдавать некое подобие сферы, там, на Луне или там, я не знаю, просто выглядит так, как будто бы горизонт изгибается, да, как мы это наблюдаем, или еще что-то вроде того. То есть, изгиб Земли на определенных участках и отражение от Луны и еще некоторые аргументы типа кругосветного путешествия, они не являются ультимативными аргументами в пользу того, что Земля круглая. То есть, ультимативными, что, ну все, Земля точно сфера, все вопросы решены, никаких, как бы, у нас вариантов больше нет. Нет, спасибо большое, мы, как бы, закрываем этот вопрос. И даже с полетами в космос, на самом деле, есть некоторые сложности, потому что, ну, допустим, опять же, мы можем допустить еще одно нарушение бритвы Окама, допустим, мир-симуляция. И тот мир симулированный, который мы видим, он, на самом деле, ну, допустим, сферический. Или он просто, да, ну, неважно, короче, он, допустим, сферический. А есть настоящая Земля, в которой и находится самая эта симуляция, машина симуляции, допустим, которая производит наши иллюзии здесь. А вот та Земля может иметь любую вообще форму, и мы не знаем, какую у нас. Вот так вот ручки раздвигаются, мы такие, опа, можем так дискурс этот истрактовать. Соответственно, да, весь набор факторов был недостаточен для такого утверждения, по крайней мере, во времена Колумба. Впрочем, даже сейчас есть возможность подвергнуть сферичной Земле сомнению, например, да, ну, это уже сказал. Вот опять же, видите, если мы будем очень критичны, если мы будем очень критичны и будем делать очень много разных интересных предположений, то, соответственно, у нас появляется очень много различных вариаций событий, да, и мы можем с ними работать абсолютно по-разному. Вообще, важно понимать, что критическое мышление – это прежде всего тема педагогических, в кавычках, наук. А их научная и философская ценность в целом равняется, ну, к сожалению, нулю. Простите уж, друзья-педагоги, у вас довольно специфическая тема, у вас довольно специфические решения и методология довольно тоже специфическая. То есть, ваши предложения могут вообще ни на чем не основываться, как вообще, в принципе, подсказывает опыт возникновения многих психологических, многих педагогических тенденций. Вы можете просто, как бы, разбрасываться определенными высказываниями, методами, ну, и проводить некоторые опыты в их подтверждении, но они все равно тоже не будут ультимативными. И вы можете, как бы, да, взять и выдвинуть вперед такую сомнительную странную систему, как критическое мышление, и все на нее будут, например, ну, вот рассчитывать. Именно на базе педагогики можно было создать абсолютно пустую, совершенно непригодную для использования сущность, которую бы с детства навязывали ученикам и студентам, а после прививали им склонность гордиться по этому поводу. Дьюи считает, что мысль нужно воспитывать. Критическое мышление – это воспитательный проект догматической педагогики, если мы что-то воспитываем, если чего-то в нас нет, если мы что-то не можем пробудить, а именно воспитать, заучить. Ну, из этого напрямую следует, что, ну, во-первых, это догматика очевидная, без всяких вопросов. Ну, и, соответственно, да, мы воспитать можем человека как угодно, и человек не может критически к этому отнестись, скорее всего. То есть, проект критического мышления заключается в том, чтобы воспитывать ребенка с критическим мышлением, не подвергая его критике. Сразу же очень интересно, да, и мы должны навязывать его, навязывать некоторый набор изменяемых со временем критических компетенций. Неожиданно, да, кто мог подумать. У нас еще и компетенции критические будут, которые мы разберем, кстати, ниже. Теперь о критериях критического мышления по Дьюи. Их не так уж и много. Любопытство, вызывание представлений и упорядоченность. Далее в своей работе он описывает, как воспитывать такое мышление в школе, собственно, не аргументируя, почему оно вообще необходимо. А лишь наряжая нас нелепыми примерами, в духе мудрейший из греков считал источником наук любопытство. Отсылка на Аристотеля. Ну, конечно, интересно, что Аристотель считал, что вот источник наук это любопытство. Никаких подтверждений этому, к сожалению, нет. Это просто очень красивое красное словцо, замечательное, просто для того, чтобы произвести на вас впечатление, чтобы, может быть, сделать вас любопытными. Но при этом, знаете ли, это просто лирика, так скажем. Это аристотелевская лирика. Доказательств, конечно, не будет. У Аристотеля тоже особо их искать не получится. И Дьюи почему-то следует такой странной тенденции. Доказательства он искать тоже не особо хочет в данном вопросе. Да и во многих других. И все же поражает наивность Дьюи как исследователя и мыслителя. Слишком мало подтверждений он дает и слишком мало сомнений пытается развеять. Впрочем, его последователи на пути критического мышления мало чем отличаются от основателя. Многие из них проявили креативность в создании новых элементов критического мышления. Но почти все практических не предоставили доказательств, как ни странно. Нужно быть рациональным, потому что быть иррациональным, ну, плохо. Нужно быть последовательным, потому что быть непоследовательным, ну, тоже плохо. Нужно анализировать, потому что не анализировать, плохо. Понимаете? И в этом все содержание. То есть мы будем игнорировать тотальные пласты философии и рационализма, мы будем игнорировать критику логики и возможности доказательств, мы будем игнорировать сомнительность анализа, которую некоторые философы могут продвигать. То есть мы будем брать и игнорировать многие вещи, вообще игнорировать то, что вот возможность познания еще не доказана и критическое мышление имеет хоть какие-то полезные свойства. И по сравнению с каким мышлением оно эти свойства полезно имеет, ведь все-таки критическое мышление, оно просто дается как критическое мышление, не как там философское мышление, не как платоническое мышление, не как кантианское мышление, не как мышление нитшуанса. Нет, оно просто дается как база, важно взять, важно понимать, важно на это молиться. Почему-то это лучше, чем все остальное, но доказательств, почему это лучше, чем все остальное, нет и не будет. Может будут, конечно, но пока что нет. И никто не хочет их преподвести. Над всей темой критического мышления навис огромный перскриптивный педагогический ремень, игнорирующий движение значительной части философских течений. Давайте попробуем пройти по основным аспектам критического мышления, которые периодически появляются в разных определениях. Очевидно, что самый главный из критериев критического мышления это наличие того, что мы понимаем под словом критика. Нам слово критика здесь очень важным представляется, и мы его разберем. Критическая философия, как известно, начинает свое развитие. Оно уже было до Канта, но начинает свое развитие именно с Эммануила Канта, известного немецкого умыслителя. Кант, если объяснять проще, понимал под критикой анализ собственных мыслительных механизмов, то есть мышление о мышлении, то есть так называемую философскую, подчеркну, рефлексию, потому что у психологов несколько свое понимание рефлексия, а у философов оно методологическое, оно привязано к теории познания. Рефлексия о мышлении о мышлении. Как ни странно, аспект рефлексии нередко упоминается в некоторых моделях критического мышления, а иногда занимает главнейшее место. В чем заключается методология Канта? Дело в том, что он считал крайне поспешным исследование физического и метафизического миров без анализа человеческих способностей. Человеческие способности, да? Главным вопросом немецкого умыслителя является, а на что мы можем рассчитывать? И прежде всего в познании, да? Особенно, когда мы касаемся темы теории познания, конечно, вопрос в том, а что мы можем, собственно, познать? На что мы можем рассчитывать в познании? Какие у нас границы мышления? Чем они обусловлены? И Кант начинает это исследование. И главным методом данного исследования неожиданно является именно рефлексия. Мышление о мышлении. Что мы вообще можем познать с помощью нашего ограниченного, и еще главное, чем ограниченного, какими критериями? Количество способностей, среди которых мышление, перцепция и воображение. Именно поэтому Кант создает теорию, в кавычках, внутреннего мира человека и рассуждает об устройстве его познавательной деятельности. Проще говоря, Кант предлагает в качестве основного критерия метода исследования наших способностей к познанию. Собственно, это и есть изначальная рефлексия. Часто ли именно это подразумевается сторонниками теории критического мышления? Нет. Ибо критическое мышление это концепция педагогов, а не философов. Потому ему необходимо учить всех и без разбора, и просто учить, и просто воспитывать его без какой-либо внутренней рефлексии. Хотя рефлексия, как слово, будет произноситься, и мы будем как будто бы мыслить о мышлении, но дело-то не в том. И при этом ребенок уже не будет, подобно Канту, пытаться создать систему описания своей, и не только своей, мыслительной деятельности. Да, у Канта это тоже довольно сомнительный проект. Он заслуживает критики, он заслуживает, ну, не порицания, но вот это очень важный проект в истории философии, но он все равно является сомнительным. Он не дает тоже окончательных объяснений даже этой самой мыслительной деятельности. И мыслит о мыслях Канта тоже крайне, в общем, отыгрывает одну альтернативу. То есть это не безальтернативное мышление. Это не то, что вот все, вот мы разбили наш внутренний мир, не знаю, наш разум, рассудок на категории, эти категории точно есть, и других категорий нет, и быть не может. Нет, это абсолютно не так, к сожалению. То есть даже в рамках такого внутреннего исследования Кант не дал нам абсолютного, точного и бесспорного ответа. И ввиду этого, и ввиду этого мы оказываемся в довольно тоже интересной ситуации, но про Канта здесь мы говорить не будем, потому что сторонники критического мышления, даже самые передовые, они и до Канта не добрались, даже близко. Они отстоят от Канта в огромном количестве километров. Наоборот, ребенку они предлагают предоставить схему мыслительной деятельности, покажут, что очевидно, правильно или неправильно, расскажут там про ошибки всякие, странные, неформальные, логические, просто проформальные, логические ошибки, расскажут, как там работают наши догматические все системы, и все. То есть вы не будете философски исследовать ваш базис, вы не будете философски исследовать вашу мыслительную деятельность, вы не будете сами ее анализировать. Вам дают готовый вариант, вы этому радуетесь, и все, вы критически мыслящие. Поздравляю, проект закончен, вы молодец. Действительно. То есть за ребенка уже даже сделают все основополагающие выводы. Даже если тому ребенку глубоко за 30 и может быть даже глубоко за 60. А ведь сам ребенок теперь без сомнения и без колебаний овладевает критическим мышлением и рассказывает всем о том, какой он тонкий и глубокий мыслитель, свободомыслящий, замечательный, невероятный человек. Что, конечно, смотрится порой довольно смешно. Это действительно такая поверхностная методология, которая в рамках рефлексии не заходит далеко. И ввиду того, что это педагогический проект, мы все же оказываемся в большой ловушке критического мышления. В ловушке поверхностности этого мышления. То есть от нас требует некой псевдоглубины. И она именно псевдоглубина, потому что мы не канты, мы не исследователи внутреннего мира, мы адепты. Адепты чужих теорий. Иногда нам могут даже подсунуть схему канта и сказать, вот критическое мышление, вот мысли настоящего критика. Да, прими их и тоже будь критическим мыслящим. Неловко. Неловко, да, в эти моменты может быть. Именно ввиду того, что проект носит педагогический характер, критика как таковая в нем и утеряна. Вы не можете воспитать в человеке понимание мышления, особенно если сами этого понимания не достигли. Даже Кант создал крайне неоднозначный проект, в котором стоит сомневаться. Критическое мышление при этом куда поверхностнее Кантянского. Дальше у нас интересная тема анализ и синтез. Вот тема анализа в рамках критического мышления, она попадается очень часто. В разных определениях именно анализ, он очень-очень-очень распространен. Основой аналитического метода в европейской культуре заложил Рене Декарт, который писал, что необходимо разбивать сложные задачи на простые и рассматривать отдельные части, единые сложные проблемы. В этом и заключается сущность анализа. Да, до Кортезия были исследователи, которые чем-то подобным занимались, но Кортезий это сделал методологически. Он просто взял и сделал из этого метод. Что его отличает от многих других? Если многие философы это делали интуитивно, Кортезий это осмыслил и сделал это уже как метод теоретически. Все хорошо у него это получилось. Кортезия мы здесь укажем как одного из главных философов. То есть мы берем объект, выхватываем те или иные его свойства и делаем некоторые заключения из этих свойств. Изучая все свойства объектов, мы потом их суммируем и получаем некие ответы на вопросы. Вот так приблизительно работает анализ. Собираем, разбираем детальки. Например, анализ телефона будет заключаться в том, что я, например, вот у меня телефон в руках, я возьму, отсоединю от него аккумулятор и вот у меня отдельный телефон, отдельный аккумулятор и еще отдельная симка. Я могу проанализировать три этих объекта. Вот был единый объект, я их разделил и начинаю анализировать некоторые свойства, например, аккумулятора. Потом понимаю, что есть телефон. У телефона есть штука, которая соединяется с аккумулятором. Я понимаю, что аккумулятор дает энергию телефону, допустим. У нас есть симка, на симке что-то записано. Мы тоже ее там анализируем, разбираем по-разному. А потом все наши результаты объединяем и получаем некие единые свойства объекта, выведенные из всех уже имеющихся. То есть анализ и синтез, они здесь вот так вот превалируют. Куда реже в контексте критического мышления мы говорим и упоминаем синтез. Представляющий собой противоположный процесс объединения положений или даже прибавления новых к уже имеющимся представлениям, мы прибавляем нечто совершенно небывалое, как это происходит при индукции. Например, мы думали, что все лебеди белые, но неожиданно увидели синего лебедя и индуктивно прибавили знания о том, что лебеди бывают белые и синие. Так работает синтез. То есть вот эти аспекты, их даже критиковать особо не хочется, потому что они принадлежат сторонникам не только критического мышления. И поэтому, ну вот, анализ и синтез, можно в них сомневаться, но здесь все обычно хорошо, здесь все обычно ровно. Ну и обучение анализу, наверное, должно иметь место, потому что анализ используют как представители аналитической философии, так и науки, так и теологии. То есть методы анализа, они еще куда ни шло, они довольно универсальны. Если критика как таковая, рефлексия, она не универсальна, ее даже у большинства философов, ну или нет, или она на низком уровне находится. Да, рефлексия у многих философов действительно находится на довольно низком уровне. Зависит от мировоззрения, которое они исповедуют. Многие философы, это просто люди с очень продуктивным мышлением, которые придумали какие-то интересные системы. Но внутрь своего мышления многие даже не пытались лезть, и ввиду этого, ну вот у нас такая проблема может быть, что даже философы не все рефлексией увлекаются. А вот анализом почти все. То есть можно, да, пройти дальше в рационализм куда-нибудь, и там разрушение анализа может наблюдаться, или еще что-нибудь такое, но это, так скажем, исключение. Так, возвращаемся дальше. Последовательность рациональности логика. Следующая тема и следующая догма, которая нередко присутствует в критическом мышлении. Без каких-либо доказательств и причин проект критического мышления требует относителей приверженности к некой абстрактной рациональности и использованию логики. Со стороны это мало отличается от произнесения мантр или молитв, хоть и цель совершенно иная. Желательно привести свои мысли в определенный логический порядок, чтобы... Ну, в современном мире очевидной причины, к сожалению, нет. Для чего это нужно делать? Ну, вот просто потому, что так приятно, наверное, так хорошо, так эстетически лучше выглядит. Для некоторых кажется, что так эстетически приятнее и понятнее. Ну, окей. Окей, очень важная причина, очень содержательная. Очевидной причины у этого нет, так как разные носители догмы критического мышления по-разному относятся к теме познания. То есть нередко мы имеем дело с агностиками, скептиками, прагматиками, инструменталистами, которые придерживаются рациональности в рамках критической установки буквально потому, что так принято в европейском обществе. Давайте возьмем проект Аристотеля для начала, чтобы показать, как логика выглядела в учении того человека, который ее разрабатывал. В его понимании логика позволяет открыть истину. Отличная цель, очень важная, очень амбициозная. И в принципе проект логики, он разрабатывается для того, чтобы открыть истину. Без логики достигнуть истинного знания нельзя. Аристотель наследует у Платона убеждение, согласно которому истиной может являться только некое неизменное знание, противоположное изменчивому материальному миру вокруг нас. Платон и Аристотель разделяют тождество истины и неизменного бытия Парменида, Парменида в кавычках здесь, да, потому что у них-то свое неизменное бытие. И есть изменяемое бытие, в отличие от Парменида, мира Парменида. Но оставляют место для изменяемой материи Платон и Аристотель, в рамках которой, правда, достоверное знание невозможно. Отсюда и вытекает первый закон логики, то есть закон тождества, который базируется не только в языке, ибо это было бы ущербно для теории познания, но и на свойствах самой неизменной истины. Истина тождественна сама себе, а равно а, бытие равно бытию и никак иначе. То есть у логики Аристотеля есть точные, четкие, онтологические привязки. И в этом смысле логика Аристотеля заимствует у его теории познания, а теория познания заимствует у метафизики в том числе. И ввиду этого получается большая целостная система, где все три аспекта теория познания, логика и метафизика, они дополняют друг друга. И вот у нас такая интересная целостная полноценная система, где закон тождества оправдан. Ну, променида, он тоже, соответственно, оправдан. А равно а, бытие равно бытию, и с этим спорить нет никакого смысла. Но в рамках номиналистической трактовки или в рамках трактовки, где у нас нет ничего неизменного, или, по крайней мере, мы пока что ничего неизменного не нашли, И использование закона тождества, оно теряет обусловленность метафизикой, оно теряет обусловленность теории познания даже, вообще всем. Оно теряет просто обусловленность. Оно просто вот а равно а, потому что а равно а. Все, забейте. Далее постулируется закон непротиворечия, который возможен только в условиях работы закона тождества. Как вообще почти любые законы логики, они так или иначе связаны с законом тождества. Если смысл слов в процессе диалога меняется, то и противоречие не будет чем-то неправильным, так как х и не х в разных контекстах не будут исключать друг друга. То есть в обыденной, живой, человеческой речи мы обычно нарушаем закон тождества и закон непротиворечия, к сожалению, как раз именно потому, что мы нарушаем закон тождества. Мы нарушаем закон непротиворечия, потому что нарушаем закон тождества. Мы используем слова в разных смыслах, в одной речи, в живой, обычной, естественной. Мы одно и то же слово, один и тот же как будто бы термин мы используем в разных смыслах и в наших идеях это они друг другу перестают противоречить. Для того, чтобы освоить вот этот метод непротиворечивости, этот метод тождества, давать определение, надо быть представителем определенных философских течений, как ни странно. Даже не все континентальные школы, они опираются на Аристотеля и не все континентальные школы, они дают четкие определения, нередко они дают диапазоны смыслов, понятий и ни в коем случае это почти никогда не является четким определением, которое неизменно, которое не меняется в процессе речи, которое не зависит от контекста. А Аристотель рекомендует давать нам четкие определения, не зависящие от контекста и если мы меняем контекст, нужно обязательно это проговорить, что тоже естественно многими людьми автоматически не воспринимается, этому тоже приходится учиться, это крайне тяжело, это требует множества усилий от человека. И ввиду этого у нас как бы в обыденной речи логика она не очень хорошо представлена. Мы можем анализировать обыденную речь с помощью логики, можем, да, но только этот анализ будет обычно неполным, он не будет подразумевать связи, связи собственно языка и смысла и там не знаю воображения, будет игнорировать многие аспекты языковые, связанные не столько с семантикой, сколько с содержанием и с контекстом, то есть логика вряд ли будет анализировать контекст, она будет фиксировать противоречия, она будет фиксировать нарушение законов тождества и других законов логики. И ввиду этого у логики есть свой подход в данном случае, этот подход может быть оправдан в рамках определенных учений. Ну и например у Аристотеля все действительно оправдано, все действительно последовательно и все действительно здесь как бы тесно связано в одну большую, хорошую, качественную философскую систему, которая является сомнительной, к сожалению. Вот. И это интересно, ведь законы эти обусловлены всей системой Аристотеля, включая гносиологию и даже онтологию. Потрясающе. Но что же в современном мире? И что же происходит с рациональностью и логикой в наши дни? Ими заставляют в рамках проектов просвещения, критического мышления и так далее пользоваться вне зависимости от гносиологической и онтологической поддержки. Продолжение следует. Кривинскому, известному, в общем-то, средневековому мыслителю, схоласту и основателю томизма, тоже философского течения христианского, у него проблема универсалия раскрывается на трех уровнях. То есть он захватывает с одной стороны номинализм, то есть идеи, общие понятия, они есть в уме. Но они есть также и в вещах. В каждом отдельной вещи есть отражение той или иной идеи. И в уме Бога. То есть Фома Аквинский, он совмещает все возможные теории, но эти теории, они все равно как бы прилегают к теме универсализма. Поэтому он все же является реалистом по вопросу универсалей. Причем умеренным, ну не умеренным, как его зовут, ну вполне полноценным реалистом. То есть он утверждает, что общие понятия существуют и у них есть особый тип существования, лежащий над нашей, окружающей нас материей. И опять же у нас здесь имеет место метафизика, связь метафизики и логики, метафизики и языка, метафизики и рассуждений, метафизики и общих понятий. Вот вам связка. Прекрасная связка антологии и логики. Мы ее потеряли. Многие люди теперь так не считают. Большинство людей пользуются логикой, но зачем, непонятно. Например, человек не верит, что истина тождественна сама себе и неизменяема. То есть с помощью логики, которая приводит к неизменному значению через неизменные термины, он никогда не сможет узнать истину. Противоречие. Логическое противоречие, если мы исповедуем определенную позицию, при этом используем логику. Мы впадаем вот в такую проблему. И все равно он вынужден пользоваться логикой или догматическая критическая общественность будет всеми возможными способами дискредитировать этого человека. Отличным примером являются марксисты, для которых формальная логика не представляется средством для открытия некой истины. Это как последнее изменяемое. То есть у марксистов у них просто изменяемый мир. Все вокруг меняется. Все меняется, но меняется по определенным законам, я замечу. По определенным законам. По законам диалектики, которые и есть логика марксистов. Это логика изменений этого мира, логика изменений в истории. И это, конечно же, заставляет марксистов разработать в кавычках другую логику. Другую логику в кавычках, потому что многие логики не назовут диалектическую логику логикой. Опять же, понимаете, да? Тут опять же игра, опять же принижение, ненависть к марксистам может пойти. Ругань в адрес марксистов. Мол, логика марксистов это нифига не логика, это все фигня. Хотя диалектическую логику вроде бы Гегель разработал. Он назвал ее логикой до того, как появилась нормальная там формальная символическая логика вот там в Фреге, там не знаю, Рассел и так далее, так далее, так далее. То есть по праву первенства диалектическая логика, она куда более, так скажем, она куда более вот топовая, она более куда, ну она была раньше, в общем. Она раньше забила слово логика, чем вот современная формальная логика. Но видите, марксистов все равно любят дискредитировать, марксистов любят ругать за нелогичность, хотя у них буквально свой способ рассуждения. Под логикой мы здесь вот в данный момент мы понимаем способ рассуждения. У них свой подход, этот подход антологически обусловлен правилами данного мира. Их логика тесно связана с бытием вокруг, с подвижным бытием, с изменяемым бытием, с остановлением этого самого бытия. Вот, именно поэтому марксисты, они позаимствовали диалектику Гегеля, а формальную логику отбросили далеко на второй план. То есть у них имеет место в системе формальная логика, но она отброшена на второй план, она там где-то вот обитает, работает с определенными аспектами мира. Но она как бы не так важна, как диалектика, ибо диалектика, она познает собственно истину, выполняет философскую, одну из важнейших философских целей. И это максимально последовательная и правильная стратегия, которая напрямую следует из убеждений марксистов. Никто не зовет их критически мыслящими почему-то, наоборот называют сектантами и фанатиками. Хотя, честно говоря, называющие их так, следует требованию использовать логику, когда придерживаются взглядов логики противоречащих. Что парадоксально, какие-нибудь там агностики, которые считают, что познание невозможно, ну зачем вам тогда логика, что вы с помощью нее собрались делать. Ну только если компьютеры, в общем, на компьютерах печатать что-то, работать и так далее, так далее, так далее. То есть практическую функцию логики можете затронуть, ее я не отрицаю. Но если вы, как бы, такой-нибудь там скептик, какой-нибудь там агностик, какой-нибудь там иррационалист неожиданный, используете логику или даже прагматикой используете логику, я, честно говоря, не понимаю вашу мотивацию. Я не вижу никаких обоснований, которые могли бы быть хоть сколь серьезными для использования всего этого, кроме стилистики. Да, красивая модная стилистика, логика нам ее дает, и эту стилистику многие тоже воспринимают. Ну и все. То есть, например, в рамках прагматизма мы могли бы сказать, что логику можно использовать до тех пор, пока другие люди используют логику, и она является нормальным средством для коммуникации между людьми. Окей. Но как только логика перестанет пониматься и использоваться большинством интеллектуалов, ну мы-то как прагматики такие, ну все, логика больше не полезна, она бесполезна, и все. Давайте еще не другое использовать, там диалектику, например. Теперь все диалекты, а мы прагматики теперь диалектику используем. Она практична. Ну такая себе, в общем, причина, не очень основательная, так что поехали дальше. Вот марксистам, как ни странно, хватает смелости отказаться от модного бренда, противоречившего их идеям. Хотя бы в этом аспекте они точно лучшие и последовательнее фанатов критического мышления. Ну не всех, а многих фанатов критического мышления. Потому что бывают все-таки такие фанаты критического мышления, у которых логика и критическое мышление, их собственный взгляд на мир, они довольно-таки точно коррелируют, потому что у нас все еще живут перипатетики в мире, у нас все еще живут там неотомисты какие-нибудь и другие замечательные люди, у которых логика имеет антологические привязки до сих пор, есть логики, у которых логика имеет антологические привязки, есть современные платоники, да и фрегесам, не то чтобы был представителем каких-то инструменталистических взглядов. Еще раз подчеркну, логика и рациональность не являются универсальным средством для всех философских школ. И в контексте некоторых из них они либо не нужны, либо даже вредны, либо противоречивы. Даже с точки зрения логики, этой же самой логики. Критика логики была актуальна как во времена Аристотеля, и она проводилась, так и должна проводиться сегодня со стороны неидеалистических направлений мысли материалистов, скептиков, агностиков, инструменталистов и прагматиков. Мы же живем в мире, в котором критиковать логику оказывается практически невозможно, благодаря тотальному догматизму и подавляющему большинству ее сторонников среди интеллектуалов. Христианская догматика, платонизм и перипатетизм благодаря всеобщему образованию безальтернативно заняли свои позиции в сфере теории познания, что, к сожалению, не подвергается критике со стороны критически мыслящих, замечательных персонажей. Следующий параметр – саморегуляция. Тоже важный параметр для критического мышления. Критическое мышление обладает еще одним важным свойством, о котором пишут некоторые, даже, можно сказать, многие авторы. Параметр саморегуляции присутствует уже даже у основателя позиции про критическое мышление, вот это понятие критического мышления, у Дьюи. Это саморегуляция или автономность. Если говорить проще и наиболее банально показать этот принцип, то мы можем говорить, что это требование мыслить самостоятельно, не подчиняясь никаким авторитетам. Ужасные религиозные догматики, в кавычках ужасные, верили в какие-то странные книги, а мы, критически мыслящие люди, не придерживаемся никаких авторитетов, кроме, ну, авторитета науки, логики, империзма, образования, некоторых наших друзей, родителей, коллег и много кого еще. Ну, как-то так, в общем, получается, да. Мы не следуем авторитетам, кроме и огромный список авторитетов дальше идет, что ничем не отличается от религии, потому что религиозные люди абсолютно так же, следуют таким же авторитетам. И это вполне естественно для большинства людей, это вполне нормальное свойство. Вот вы видите более, как вам кажется, умного человека. Если вы следуете за ним, возможно, вы не совершаете большой ошибки. Вы оценили свои способности, вы оценили его способности. И, может быть, следует попробовать, да, сделать его авторитетом, по крайней мере, на время, пока вы не догоните его по уровню. Вот, например, есть прекрасный мастер изобразительного искусства, и вы можете рисовать свою там палка-палка огуречек, вот и вышел человечек, а можете научиться у этого мастера рисовать академические картины. И, соответственно, да, вы можете, в принципе, сказать, нет, все, эти академические картины для меня не авторитет, они фигня, и пошли они нафиг, я не буду с ними никакого дела иметь. Можете вы так сделать, безусловно, но, с другой стороны, вы можете сделать и по-другому. Вы можете научиться у этого человека постепенно его превзойти, может быть, если у вас получится, если не получится, ну, конечно, грустно может получиться, да. Ну, вдруг получится его превзойти. И потом уже с этой колокольни его можно и покритиковать. А, может быть, вы и не будете его критиковать, если превзойдете. Может, он все правильно делал, может, он вообще молодец. И вы просто превзошли его, потому что следовали его пути, он вам этот путь прочертил. То есть вера в авторитеты и следование мнению авторитета, оно не является чем-то ультимативно плохим. Более того, даже наука невозможна без следования мнению авторитетов, специалистов, потому что никто не может разбираться во всем, и мы автоматически подпадаем под авторитеты. В общем, основная проблема требования саморегуляции заключается в том, что соблюсти его в полной мере, и даже не в полной мере, а даже в довольно ограниченной мере, практически невозможно. Никто из так называемых критически мыслящих людей даже не пытается этого делать. У них открытый догматизм, у них открытый авторитаризм, у них есть определенные авторитеты. Докинзы, Хокинги, Хитчинзы, Денеты и так далее, так далее, так далее. Огромное количество людей, просто тотальные авторитеты в самом прямом смысле этого слова. Единственное, что на колени перед ними мы не становимся, но как бы деньги-то тоже забрасываем, уважение к ним мы тотальное проявляем, и делаем много-много-много всяких интересных вещей. Как-то так, как-то так. Исторически сложилось так, что религию начали считать особо догматической, фанатичной и базирующейся на слепом авторитете. Это, безусловно, не так, потому что имеется широкий пласт трактовок священного писания, многочисленных комментариев и богословских текстов, которые часто уходят от буквальных трактовок тех или иных высказываний Библии. То есть буквалистов среди любителей Библии вообще не так уж и много на самом деле. И это особые там группировки людей, какие-нибудь там баптисты, еще какие-нибудь там ребята, у которых прям вот, не знаю, очень большое желание. Прямо шести днев, это прямо шести днев, прям ровно шесть дней, секунду в секунду. Там, я не знаю, исполины, прям вообще исполины точно были. Потоп, сто процентов потоп, никаких вопросов. 900 лет Адам жил сто процентов, 900 и не секунды, в общем-то, больше, если написано так в Библии. Буквалисты, они есть. Но большинство людей, они буквально воспринимают Библию в одних аспектах, но аллегорически в других. То есть чистых буквалистов очень мало. И это обыкновенно, но очень специфические люди. Методы богословов и комментаторов постепенно трансформировались в культуру научно-академического дискурса с цитатами, формальными требованиями, многочисленными отсылками на другие исследования. То есть, ну, кому, в общем-то, ругать этих замечательных теологов, кому-кому, но только не любителям науки и саентизма. Потому что наука и саентизм, они унаследовали многие методы анализа и работы с текстами у замечательных верующих. То есть, в целом, мы видим, как христианство учит науку работать с текстами, трактовать их и давать новые комментарии. В чистом виде христианское подчинение авторитетам, в кавычках, оказалось достаточно свободным и открытым даже по сравнению с теми ограничениями, которые имеются в современной научной деятельности. Да, полностью от авторитетов никто не избавлялся, и даже цели такой не было, и даже есть авторитетные комментарии, есть более важные комментарии, более считающиеся разумными, более хорошими и так далее, и так далее, и так далее. Но говорить, что христиане просто веруют в текст, в Библию, и в Библии просто написано буквально то, что должно быть написано, нет, такого нет. Как и у ученых, как и у саентистов, у христиан есть некий базис, символ веры, который должен восприниматься буквально. Иисус Христос, например, точно был, и точно будет воскресение в телах, в телах, в телах воскресение. Вы, короче, воскреснете, вы не в рай попадаете или в ад, вы воскресаете. Точно есть Бог, в каком-то смысле есть Бог, и он точно троичен, этот Бог. Вот. И исходя из этого, да, есть некий базис, от которого отходить нельзя. Ядро христианства. Но вокруг ядра христианства происходят всевозможные обсуждения, споры. Можно поспорить с великим авторитетом, каким-нибудь там Аврелием Августином, Фомой Аквинским, с кем угодно. С любым из отцов церкви, ну, можно в некоторых аспектах поспорить. Тем более, эти самые отцы церкви, они нередко излагали те позиции, которые в итоге начали считаться либо еретическими, либо около еретическими. Либо просто были довольно странные, отходящие очень-очень далеко от, в общем-то, истоков. То есть отцы церкви, они тоже не эталоны, не идеалы, и комментаторы далеко всегда не эталоны и не идеалы. И у них тоже очень интересные всякие взгляды бывают, при том, что эти комментаторы нередко тоже имеют некую степень авторитета. А почему они авторитетны? Потому что они прочитали Библию, потому что они прочитали отцов церкви. Потому что они прочитали много-много всего остального. Они читали работы других теологов. Они находятся в дискурсе. Они находятся непосредственно в теме обсуждаемой. И поэтому, наверное, иногда их авторитет по-любому будет выше, чем авторитет Докинза по вопросам Библии. Потому что Докинз ее вроде бы просто прочитал и начал трактовать буквально, и на этом остановилась его критика. Так вот. Дело заключается в том, что практически все системы имеют некоторую степень саморегуляции. Довольно малое их количество может похвастаться полной автономностью от авторитетов. Научное преклонение перед авторитетами и специалистами так вообще необходимо, даже при условии, что многие из них могут заблуждаться. Если убрать из науки веру в деятельность других специалистов, то с исследованиями можно покончить. Но ведь никто не проверяет все исследования. А также неспециалист довольно часто не может проверить специалиста из-за непривычных формул, странной специальной терминологии и отсутствия возможности провести тот или иной опыт. И более того, когда мы составляем теорию и проверяем ее разными эмпирическими опытами, мы нередко сами не знаем, что это за опыты, как они точно работают, кто как и что проверил, кто как и что опроверг. Мы просто читаем тексты и киваем. Да, 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 окей, вот здесь это допустим опровернуто, а вот здесь это допустим не опровернуто. Мы не знаем, какие ошибки были совершены и были ли они совершены. И вообще адекватно ли проводить такой опыт или неадекватно. Мы просто кида, киваем, да, действительно так и есть. Мы базируемся на тексте и мы не можем получить доступ прямой к чему-то большему, чем просто текст в большинстве исследований. То есть да, мы можем сосредоточиться на проверке тех или иных аспектов науки. Например, вот у нас есть сомнения в том, что этот опыт работает. Мы придем, приходим, проводим такой же опыт, с такой же выборкой и такие радостные проверяем. Но проверить в науке так все у нас не получается. И ввиду этого мы вынуждены верить в научные авторитеты. И ученые вынуждены верить в научные авторитеты других ученых. Потому что иначе у них не будет большого комплексного и систематического знания. То есть авторитетность, авторитеты, они являются незыблемой частью науки. Нельзя в них, без них, без науки. Причем авторитетов в науке больше, чем в религии. Неожиданно. И иногда есть авторитеты более сильные, чем религиозные. Ну, не считая авторитета Бога и Папы Римского, и, может быть, Патриарха Кирилла конкретно сейчас. Даже специалисты вынуждены верить в авторитет, честность и здравомыслие других специалистов. Так как проверить все основания и опыты науки даже внутри одной узкой специальности не представляется для одного человека возможным. Авторитет неизбежное свойство любой большой и сложной догматической системы. Люди не понимают, что наука тоже догматическая система. Ну, я вас немножко ошарашу. Это незыблемое свойство. И вот оно есть. Все. Если относительная саморегуляция является свойством критически мыслящих людей, то мне будет трудно называть тех, кто не мыслит критически по данному критерию, к сожалению. Критерий плох, потому что он тривиален. Вот. Здравый смысл на картинке у нас Томас Рид, как вы видите. Здравый смысл. Еще одна философская выдумка, созданная Томасом Ридом, который предложил бездоказательно отрицать все маловероятные концепции и придерживаться наиболее вероятных. Притом, по мнению большинства людей. Да, их список может отличаться в зависимости от интерпретатора вот этих вот категорий, которые вот наиболее вероятны и тех категорий, которые маловероятны. Например, сам Томас Рид считал, что в концепцию здравого смысла входит вера в Бога. В последствии данное утверждение, входящее в здравый смысл, было просто отброшено атеистами, сиентистами и прочими ребятами, которые в Бога не верят. Ну, просто для того, чтобы Бога там не было. И остались другие параметры здравого смысла. То есть, вера в окружающий мир, вокруг нас существует реальность, и это реальность реальная, это не симуляция, не что-то другое. Вера в эмпиризм и его соответствие реальности. А также прочих вещей, которые свойственны большинству людей, такие базовые, что ли, штуки, здравый смысл, он касается таких наиболее банальных, наиболее простых и наиболее примитивных концепций, которые разделяются большинством автоматически. В целом, апелляция к здравому смыслу это легитимное применение логической ошибки, согласно которой аргументом не может служить мнение большинства. Обычно концепцию здравого смысла используют для того, чтобы бездоказательно отбросить солипсизм, субъективный идеализм, часто просто идеализм, мистику, магию, метафизику и прочие вещи, которые не встречаются в обыденном практическом опыте. Очень критично, очень критично, действительно. И что самое главное, очень удобно, самые сложные и разбивающие банальные картины мира концепты отрицаются просто на основании несоответствия некому субъективному здравому смыслу, который здрав у каждого в своей мире. То есть некоторые философские взгляды в рамках этого критерия критического мышления вообще не имеют никакого права на достойное рассмотрение, что противоречит другому критерию открытости к разным точкам зрения, которые мы обсудим немножко ниже. Благодаря здравому смыслу спектр точек зрения, которым мы оказываемся открыты, сужается с неограниченного множества до буквально нескольких сомнений и скептицизм. Вот у нас картинка, это Карл Саган, поздравляю. Думаю, говорить не стоит, что скептицизм, о котором нередко говорят сторонники критического мышления, представлен самой умеренной формой, которую даже скептицизмом назвать стыдно. И он заставляет их сомневаться исключительно в мистике, метафизике, а вот в эмпиризме и науке, ну вот не нужно сомневаться, там все хорошо. Это настолько ограниченный скептицизм, что нет никакого смысла говорить о какой-то особой скептичности. У меня много тем, всяких лекций, всяких, не знаю, статей, которые посвящены данной проблеме, что вот научный скептицизм и абсолютный скептицизм, они во многом противоречат друг другу. Если абсолютный скептицизм, например, концентрировал свое внимание на критике чистого эмпиризма, по большей части потому, что эмпиризм оказывался сомнителен. Вы возьмите просто тропы Эниседема. У тропов Эниседема почти все связано с эмпиризмом. Это тотальное опровержение эмпиризма через скептические тропы. То есть аналитический, ой, аналитический, абсолютный скептицизм, он довольно стойко стоял на позиции критики эмпиризма. То научный скептицизм не критикует эмпиризм. Эмпиризм база, с помощью которой что-то критикуется. Так вот, такой скептицизм, который сомневается в чем-то, базируясь на неких догмах, базируясь на неких предположениях эмпирического характера, это не настоящий скептицизм. Или не эмпирического, любого другого характера. Потому что если мы сможем назвать скептицизмом позицию, у которой есть ядро, которое провоцирует мнения, всякие предрассудки, которые провоцируют ваши сомнения в других мнениях, То мы сможем назвать скептицизмом буквально все. Мистический скептицизм, когда мистики сомневаются в империзме, например. Христианский скептицизм, когда христиане сомневаются в чем-то, кроме христианства. Исламский скептицизм, когда мусульмане сомневаются во всем, кроме ислама и так далее. Тогда буддийский скептицизм. Можно до бесконечности уходить в эту тему. То есть сомнения и скептицизм, очевидно, не являются свойством сторонников критического мышления, вот в таком абсолютном смысле. Но то, что называется научным скептицизмом, то есть тотальное отсутствие сомнения в эмпиризме и науке, сомнения в мистике и метафизике, оно действительно в рамках критического мышления продвигается. Но это довольно ограниченная позиция. Открытость к разным точкам зрения еще одна важная характеристика критического мышления, которая довольно часто произносится. Открытость к разным точкам зрения радикально противоречит здравому смыслу. Более того, чаще всего сторонниками критического мышления открытость к разным точкам зрения у них проявляется исключительно в рамках определенного диапазона, то есть для каждой точки зрения своя степень открытости. Например, идеи о призраках, дуках и магии имеют отличную степень открытости, чем идеи науки и всяких невидимых, но естественных законов природы. Если еще проще, то чтобы не говорили ученые, то к их предположениям следует относиться с высокой степенью открытости. Но если что-то говорит философ или мистик, то его идеи следует подвергать радикальному отрицанию, причем именно не сомнению, а отрицанию, до тех пор, пока он их не докажет. Вот о какой открытости идет речь на практике. Я здесь, кстати, еще замечу. Есть такая интересная вещь, как бремя доказательства. Я, например, не считаю, что существует бремя доказательства, которое лежит на каких-то отдельных группах, а на каких-то не лежит. Так вот, нередко люди, любящие критическое мышление и часто употребляющие это словосочетание, они имеют некое такое свойство перебрасываться с другими людьми бременем доказательства. Мол, вы делаете выдающееся заявление, вы должны его доказать, а я вам ничего доказывать не должен. Как будто бы я сомневаюсь, как будто я не отрицаю, как будто бы я сомневаюсь и потому я вам ничего доказывать не должен. Хоть и вся моя модель жизни, хоть все мое мировоззрение, оно отрицает бытие Бога, я строю свою жизнь так, как будто бы Бога нет, я делаю так, что никакой мистики нет, моя жизнь абсолютно антимистическая, и я пропагандирую антимистичность во все стороны, но я при этом доказывать ничего не должен. А бремя доказательства на вас, верующие, потому что вы делаете выдающееся заявление. Вот это перебрасывание бремени доказательства, оно тоже сужает открытость, то есть у кого-то бремя доказательства значительно больше, а у кого-то бремени доказательства нет вообще, ну или оно очень маленькое, ну вот оно только в тех делах, когда человек что-то утверждает. А утверждения атеисты делают много, но почему-то атеисты, здравомыслящие, критически мыслящие, вот эти вот люди, нередко эти множества, они очень близко друг к другу соединяются. Почему-то получается, что мы почти всегда хотим перебросить бремя доказательства на своего оппонента. Это удобно, потому что это удобно. Да, оппонент, ты иди там, подоказывай, потрать много времени, убеди меня, пожалуйста, убеди меня, пожалуйста, я ничего тебе доказывать не буду. Я не буду никак аргументировать, я буду сидеть, молчать и улыбаться, и дать в себя бременем доказательства, пока не найду ошибку в твоих заключениях, или пока ты не дойдешь до самого крайнего своего убеждения, которое я тоже легко опровергну, легко в нем усомнюсь. Вот такая вот потрясающая, такая потрясающая методология. Я бы даже сказал центристская методология, очень глубокая, очень-очень-очень, да, нет, на самом деле нет. Научность, критическое мышление обыкновенно склоняет к некритичному восприятию науки, научности, и заставляет людей считать научные статьи, читать, считать научные статьи и монографии надежным источником информации во всех спорах, даже если автор этих статей допустил очевидные ошибки или выводы автора не коррелирует с содержанием опытов. Вера в научность в рамках критического мышления обязательно, по большей части. Может быть и есть какие-то ответвления, которые не за научность, но их на самом деле крайне мало. То есть подавляющее большинство сторонников критического мышления, они за тотальную научность. И некоторые теории критического мышления, их много разных, я уже об этом говорил, они все-таки на стороне науки. То есть к науке надо относиться некритично. Мы уже разобрали все аспекты, которые я смог нарыть. Их возможно еще больше, но сильно долго копаться в этом мы, наверное, не будем, потому что иначе лекция может затянуться до бесконечности. Сейчас я сконцентрирую внимание на уязвимых точках критического мышления, хотя, как мы видели, почти всякая точка критического мышления оказалась для нас уязвимой, кроме анализа. Анализ довольно базированный, анализ довольно хороший, довольно распространенный, поэтому против него сказать можно что-то, но куда тяжелее, чем против всего остального. Так вот, критическое мышление, которое нередко призывает сомневаться во всем, а это часто мы слышим, нужно сомневаться во всем. Даже абсолютные скептики не говорят, что нам нужно сомневаться во всем. Да, вот сторонники критического мышления так говорят. Или хотя бы подвергать все базовой критике, все, подвергать все обязательно нужно, да, базовой критике. Имеет слабости в соответствии со своим же критерием критичности. Под уязвимыми точками мы будем понимать те моменты, в которых разные модели критического мышления призывают к некритическому принятию тех или иных положений. И это не проблема в духе скептицизма, не сомневается в скептицизме, так как уже всем нашим слушателям давно понятно, что скептицизм это просто состояние, в котором у вас отсутствует убеждение. И тут сомневаться практически не в чем. Вы можете войти в это состояние, у вас там не будет убеждений. Более того, это состояние, оно, ну вот вы его постигаете в рассудке своем. В общем, вы вот здесь находитесь, вы в сознании находитесь, вы живы, вы смотрите на мир и вы находитесь в сознании и вот решаетесь убеждений. У вас есть аналогичные состояния, когда у вас нет сознания, нет рассуд, когда вы просто, например, теряете сознание, у вас тоже убеждений вроде бы и нет. Когда вы проникаете в некоторые сновидения, тоже непонятно, какие у вас убеждения, может быть, у вас во сне тоже нет убеждений. Когда вы ребенок, возможно, у вас тоже убеждений как бы, ну и нет, скорее всего, если вы не та была раса, если вы та была раса или что-то около того. По крайней мере, у ребенка, у маленького, у самого маленького, который еще говорить не умеет, у него очень мало убеждений. В этом смысле у нас есть аналогичные состояния, которые без наличия рассудка, разума, наблюдателя, думающего, могут оказаться без убеждения. А вот скептик, он все это повторяет, но повторяет, продумывая, анализируя и работая с этим. Это состояние не то чтобы является слишком сложным, но трудно объяснить, что оно собой представляет. В общем, проблема того, что скептик не сомневается в скептицизме, это просто парадокс, это какая-то глупость, это фантастическое высказывание от людей, которые не понимают, что такое скептицизм. А вот критическое мышление, у него есть четкий критерий, и этому критерию критическое мышление не соответствует. Его сторонники, да, обычно говорят, что надо сомневаться во всем, критическое мышление необходимо распространять на все вопросы. В том числе, видимо, на вопросы самого критического мышления. Так давайте же рассмотрим слабые точки, которые мы уже выделяли несколько раз, но мы еще раз делаем на них большой-большой акцент и подтвердим их слабость, соответственно. Вера в доказательства. Это первая слабая точка. Сторонники критического мышления без каких-либо вопросов верят в доказательные системы, которые являются в корне сомнительными и, возможно, недоказуемыми. Более того, сомнительными представляется возможность логики познать и описать истину, но рационалисты и сторонники критического мышления верят в эти системы доказательства, включая математику и логику. То есть формальные системы, чьи доказательные качества и свойства в рамках реальности ничем не подтверждаются. Что печально. Вера в науку. Следующий некритичный момент это вера в науку. Наука пронизывает все сферы нашей жизни от образования до многих работ. И поэтому наука является атрибутом современного общества. Сторонники критического мышления превозносят ученых и считают их главными носителями этого самого критического мышления. К сожалению, сами ученые нередко обладают ужасной рефлексией, отсутствием хоть сколь-нибудь основательного сомнения, глупостью, заночевостью и догматически верят в естественную установку, считая ее само собой разумеющейся. Далеко не все ученые такими свойствами, конечно, обладают, но многие. Эмпирически проверено. Многих ученых знаю из разных дисциплин. Физики, математики, химики, биологи. Огромное количество знаю. Есть представители тех или иных наук достаточно умные, но все-таки подавляющее большинство я оцениваю скорее вот так вот. У них есть огромное количество недостатков, которые портят им само, собственно, познание. Этим людям сторонники критического мышления отдают право на итоговое решение всех проблем в мире, а также готовы наивно воспринимать каждое слово ученых. Хотя, честно говоря, наука не состоит целиком и полностью из критически мыслящих людей и даже просто думающих. Сам же научный метод крайне сомнительный, строится на абсолютно недоказуемых философских основаниях. Впрочем, это не мешает людям верить в науку. Сейчас мы можем сделать небольшое ответвление. Время у нас еще достаточно много. Лекция почти заканчивается. Мы еще посмотрим другие недостатки сейчас. Но давайте про науку сделаем небольшое ответвление, потому что некритичное отношение к науке, оно, знаете, многими сторонниками критического мышления будет скорее отстаиваться вот так. Нет, мы наоборот, мы критически читаем науку, мы критически во все это не верим. Мы просто читаем, 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 а наука нас реально убеждает. Мы реально убеждаемся в науке, потому что она нам что-то доказывает. Прочитайте, пожалуйста, мою статью про естественную установку. Вконтакте она вроде бы есть. Вконтакте она точно есть, может быть на Яндекс.Дзене есть. Так вот, существует естественная установка в науке, которая просто берется из воздуха, ну точнее из философии, ее просто придумали, ни с чего. Естественная установка заключается в ряде параметров, каждый из которых ничем не обоснован, ну ничем основателем не обоснован. Сказать, что это вот оно все так есть, как написано в естественной установке, сказать довольно трудно. И если вы считаете, что ученые не следуют естественной установке, ну вы просто ничего не понимаете в науке, к сожалению. Так вот, естественная установка состоит из ряда убеждений и догм. Первое убеждение, мир является естественным и только естественным. Никаких фактов этого вообще в принципе нет. А если мир не является естественным и только естественным, значит научные исследования, ну они становятся еще более сомнителями, чем они сейчас есть. Что проблемно? Бритва окома, не умножай сущности. А с чего это? Почему я должен умножать сущности? Никаких обоснований этому не будет. Ну просто проще, просто легче, просто вот, просто методологически это упрощает нам задачу немножко. Все. Мир функционирует по одним и тем же законам на всех уровнях в любом месте в любое время. Вообще не уверен в этом утверждении. Оно настолько сомнительно, насколько только может быть сомнительное утверждение. Следующее убеждение. Наблюдаемый мир точно не является иллюзией. Вот этого я тоже не знаю. Вдруг является. Мир принципиально измерим. Следующее убеждение. Но тоже сомневаюсь. Более того, то, что существует, может быть обнаружено прямо или косвенно с помощью технологий. И в этом тоже я могу сомневаться. Вряд ли все, что существует, может быть обнаружено с помощью технологий. А если есть что-то, что мы не можем обнаружить, что мы не можем анализировать и что мы можем подписать под наши системы, то у меня, соответственно, возникает большая-большая колоссальная проблема с верой в науку, вообще ее методологии, ее надежности, ее точности. То есть, например, если у нас доступен какой-то метафизический субъект по типу бога, богов или кого-то там еще, которые могут активно влиять на мир и взаимодействовать с ним, из этого может последовать сразу ложность теории эволюции в том виде, в каком она существует. Теория эволюции постулируется как естественный процесс. На него никто не влияет. Но если Аллах каждую секунду обновляет наш мир, каждое мгновение обновляет наш мир, полностью с нуля обновляет, то даже если происходили изменения живых существ в том порядке, в каком они наблюдаются учеными и теоретиками эволюции, теория эволюции все равно уже будет опровернута, по крайней мере, по параметру того, что она не естественная, не научная теория будет, а действительно сустроена метафизически. То есть, бог обновляет мир. То есть, неестественными средствами он это делает. Не мир существует сам по себе, по своим законам, отдельно от всяких богов, а наоборот, бог всегда влияет на мир, без каких-либо исключений. То есть, уже в принципе, понимаете, невозможно придерживаться теории эволюции, будучи при этом мусульманинами. Даже, я думаю, быть в чистом виде каноническим ученым, будучи мусульманином, ввиду данного убеждения, невозможно. Вам нужна своя наука, свои исследования, свои какие-то дополнительные, предположения, которые... которые выходят за рамки того, что мы называем наукой. Ладно, продолжаем. Чаще всего игнорирование и абсолютно невнимательное прочтение материалов оппонентов, оно часто свойственно людям, которые считают себя критически мыслящими, что очень странно. Как уже было сказано выше, критическое мышление заставляет внимательно относиться к одним источникам и при этом совершенно игнорировать другие. Потому, например, мы получаем критиков религии по типу Панчина, Харриса и Докинза. Когда люди всю свою жизнь, ну, значительную часть жизни, по крайней мере, занимаются спорами с верующими христианами, но не знают даже символа веры. Мы недавно смотрели видео Харриса, вот вчера буквально. И Харрис показал тотальное незнание символа веры. Он вот как раз говорил, что христиане думают, что люди, вот сейчас вот девочка там мертвая, она попадает в рай. Она уже в раю находится, уже на небесах в раю сидит такая, кайфует рядом с Богом. Там Иисус Христос рядом, Бог бородатый сидит на белом облаке. Тоже они мужики, они невидимые, они реальные мужики, они реально невидимые. И Харрис думает, что вот христиане верят во что-то подобное. Да, да. Вот таким образом получаются ваши критически верующие и критики религии, к сожалению. Что там говорить о многочисленных комментариях Библии, апологетики, философии, отцах церкви и так далее. То есть люди с критическим мышлением могут позволить себе игнорировать основные положения критикуемых ими теорий. Если эти теории касаются метафизики. Если метафизика, то это можно даже не читать. Зачем? Даже Википедию лень открывать. И так во многих областях. Большая часть этого самого критического мышления, она строится на тотальном неумении понимать и слушать. Да, христианство сомнительно, согласен. Сомнительно, что Бог есть. Сомнительно, что люди воскреснут. Но вы как бы... Даже многие христиане осознают эту сомнительность. Они считают, что это невозможно познать. То есть есть такой своеобразный христианский агностицизм у многих. И ввиду этого, как бы, все не очень однозначно даже в самом христианстве. И источников много. И там есть что почитать. И там есть с чем поработать. Позиции в христианстве очень много. Христианство очень долго развивалось. Дело не только в христианстве. Дело и в астрологии. Дело и в соционике. Недавно, да, у нас вчера опять же стрим был с социониками. И дело и в соционике, которая очень плохо себя зарекомендовала почему-то в научной среде. Но при этом, как мы видим, имеются более-менее адекватные наукоподобные работники-соционики, деятели, которые, ну вот, могут сделать из нее достаточно полноценную психологическую теорию, у которой есть определенная описательная способность и выхлоп. Но кто будет с этим знакомиться внимательно? Ведь у нас как бы есть стереотипы, у нас есть предрассудки, да. У нас есть предрассудки в том, что, я не знаю, астрология, это там про какие-нибудь, там, не знаю, моговство, предсказания, там, я не знаю, или еще про что-нибудь. Лизард на своем канале очень часто раскрывает определенные стереотипы, связанные с астрологией. И правильно делает, потому что, ну, очевидно, критики астрологии по типу Панчина и прочих людей, похожих на Панчина, они даже тексты астрологов не читали. Они не понимают концепцию астрологии, они не понимают, что астрология делает, что она считывает, зачем она это считывает. Причем я тоже не сторонник астрологии, я тоже считаю, что астрология сомнительна. Я тоже считаю, что, ну вот, вот люди говорят, что она работает, ну, мне кажется, что она может работать по каким-то другим причинам. Может быть там какие-то другие коррелята имеются, может какие-то более сложные вещи, чем просто соотношение планет, соотношение созвездий и так далее, и так далее, и так далее. Но при этом почему-то именно люди, которые кичатся своим критическим мышлением, они впереди паровоза бегут и озвучивают самые примитивные стереотипы, которые могли бы быть опровергнуты одним щелчком, одним прочтением одной книжки нормальной про астрологию. Это фантастический парадокс, потому что когда Панчин готовится к лекции по науке, по биологии, скорее всего он берет книги, читает учебники, читает статьи научные, выписывает какие-то вещи, пытается сравнить их с другими статьями научными, посмотреть где ученые, эти ученые так считают, эти ученые так считают. Вот есть эксперименты, которые за этих ученых, есть эксперименты, которые за этих ученых. То есть проводят нормальную, нормальную академическую научную деятельность. Но когда речь идет про что-то нелицеприятное с точки зрения науки и критического мышления, мы попадаем в западню пугала. Пугала называется логическая ошибка пугала. То есть нам вместо критики астрологии, соционики и скорее всего, вообще всего, на чем Панчин работает, религии, вместо критики вот этих вещей мы получаем критику некого чучела. И, конечно, и соционикам, и астрологам, и кому угодно, им на самом деле, с одной стороны, приятно, что их критикуют, простите, идиоты, которые не умеют читать. Им очень хорошо, потому что самим этим людям, астрологам, магам, колдунам и многим даже религиозным людям, им не нужно развиваться, чтобы отбивать аргументы оппонентов. Аргументы оппонентов отбиваются автоматически словами, так вы не понимаете, что Бог-то, он бестелесен, уважаемый, какой невидимый дядя на небе, что вы несете? Или в духе молитва? Да какая, что, машину себе пожелать, там, телочку грудастую? Это молитва разве? Разве про это молитва? Да, мы обращаемся к Богу, но это не значит, что Он нас прям услышит и выполнит все наши желания. Мы молимся не для того, мы молимся не Джину из мультика «Аладдин», который будет исполнять наши желания. Мы молимся прежде всего для себя, христиане, мы молимся для того, чтобы правильно обращаться к Богу, правильно сформулировать этически, правильно сформулировать наши желания, что мы хотим. Мы хотим, чтобы наш сын выжил, например, вот он попал в аварию, наш любимый сын, и мы хотим, чтобы он выжил. Но если Бог его заберет, а мы молились, мы не скажем «Ха, фу, все, религия не работает, Бог иди к черту, ты не прав, отстой, религия фуфло». Нет, мы так не скажем, понимаете, если мы христиане. Ну да, Бог его забрал, а мы молились, мы делали, мы выполняли нравственный поступок, мы желали нашему сыну, нашему ребенку хорошего, или нашему другу, или кому-то угодно. Мы желали ему хорошего, и мы молились не столько для него, сколько для себя, потому что Бог, Бог это любовь, он и для него, и для меня, и для нас всех что-то хорошее уже сделал, и сделает, и планируется прекрасный, замечательный мир потом, тоже для нас, и тоже наполненный любовью, пониманием, и всем самым замечательным и хорошим. И молимся мы здесь не для того, чтобы получить большую грудастую телочку, машину, особняк, и не для того, чтобы наш сын прям реально 100% выздоровел. Мы молимся для того, чтобы привести наш дух в такое состояние, в котором он будет наиболее соответствовать и наиболее будет достоин вот грядущего божественного мира, соответственно. То есть молитва, она выполняет свою функцию, фактически выполняет. И когда атеисты пытаются провести опыты в духе, давайте я приду в церковь, помолюсь, на машину, на телку грудастую в машине, а если Бог ее не даст, то Бога и нет. Но это так не работает. Это не опровержение. И к сожалению, вот таких вот критически мыслящих людей, их слишком много развелось. И критическая тема критического мышления, вот эти вот всякие скептиконы, скептики вот эти вот домашние, они все такие практически, почти без исключения. И почти все. И это очень грустная ситуация. То есть у вас здесь люди, которые любят критическое мышление, либо у вас тотальная дискредитация происходит вашего направления, либо ваше направление, ну оно вот Панченко. Оно, короче, Александр Панчин в квадрате, и с этим надо что-то делать, наверное. То есть оно само себя уничтожает. Надо как-то с этим бороться, простите, пожалуйста. Так вот, игнорирование, абсолютное невнимание, прочтение материалов оппонентов, это страшно. Это честно страшно. Для людей, которые за открытость взглядов. Противоречие, тотальное противоречие наблюдается. Причем почти всегда наблюдается. Это просто тотально и колоссально, что люди даже критикуя христианство, даже символ веры прочитать не могут. Что это такое? Это фэнтези, как бы. Критик много лет критикует христианство. Не знает символ веры. Окей. Ну, можно даже не наизусть его знать. Хотя бы иметь представление, о чем там говорится. Что Иисус Христос, Бог, там, Дух, все это есть, как бы, условно. Все это имеется. Имеется, да, три единства. Что люди воскреснут. И еще некоторые другие параметры. То есть, ну, не может человек, знающий символ веры, хотя бы в общих чертах, не наизусть, сказать, что Бог, что нет, что мы уже в раю. Те, кто умирают, сразу в рай попадают. Вот прям по дефолту врух и взлетают в рай. Поехали дальше. Здравый смысл. Следующая категория, которая является проблемной. Это еще одна догма, которая проглядывает в разных моделях критического мышления. Во-первых, в чем ее проблема? Производится оценка по критерию здравости, что есть крайне сомнительно. Ну, и на самом деле, отчасти Эдхоменем. Я недавно писал афоризм, тоже про свойства Эдхоменем у здравого смысла. У него есть свойства как Эдхоменем, так и апелляции к массе, к большинству людей. То есть, сам аргумент к здравому смыслу является комбинацией двух неформальных логических ошибок. Если для вас что-то это значит, может быть, я тогда подвергнул уничтожению концепцию здравого смысла. Так вот, оценка здравости ваших идей дается, что в принципе обесценивает необходимость проведения почти любых споров, многих споров. Во-вторых, некоторый подход объявляется здравым, а другие нет. Ну, тоже очень поспешное, очень серьезное решение и очень субъективное решение, от которого можно было бы отказаться. В-третьих, постулируется, что большинство в некоторых вопросах является правым, что крайне сомнительно, опять же, да, потому что здравый смысл, он здравый потому, что его разделяет большинство людей. Большинство верит в людей, что мир не является иллюзией, там, симуляцией. Но это на самом деле относительно какого общества мы смотрим. Если в индийское общество смотрим, то там большинство людей верит, что мир является симуляцией скорее. Но это уже другой вопрос, как бы, да, по какому обществу измерять. И является ли миллиардное индийское общество для нас хоть сколь-нибудь значимым? В-четвертых, здравый смысл утверждает истинность лишь желаемых и удобных положений, ну, прежде всего для науки. Империзма и таких вот направлений, которые, ну, тоже сомнительные, и я не знаю, в чем может быть аргумент здравого смысла заключаться. Как он должен убедить оппонента, я не понимаю, честно говоря. Так вот, и одна из самых больших проблем, что вся эта тема с критическим мышлением, это способ потешить свое тщеславие. Важно понимать, что критическое мышление во всей своей неточности и антиметодологичности служит большинству людей лишь для одной цели. Тешить свое тщеславие, там, даже гордыню лучше, не тщеславие, а гордыню, тщеславие неправильное слово подобрал, тешить свое самомнение. То есть утверждается, что существуют условно умные и критически мыслящие люди и какой-то некритический сброд. Для большинства людей, применяющих критическое мышление, оно служит не столько методологии поведения, так как четкой и точной методологии здесь нет. Оно служит способом возвысить себя над другими без каких-либо дополнительных оснований и обоснований. Смотрится, к сожалению, крайне дешево и крайне неправильно, ну вот как-то так. Хотелось бы, наверное, чтобы люди, занимающиеся критическим мышлением, они пришли к какой-то четкой и стройной методологии. И отличие критически мыслящих людей от некритически мыслящих людей шло сугубо методологически и без оценочных понятий. Ну вот, например, у меня есть научное мышление, я исследую научную методу и его использую. Но есть там не научные методы. Я, например, феноменолог, есть метод феноменологии. Я теперь следую феноменологическим методам. Это другой метод, это другой подход, это тоже интересно, это тоже замечательно, но есть и другие методы, я это тоже осознаю. И вот я лично не знаю, какой из методов лучше и для каких ситуаций. Продолжаем. Размытость понятия. К сожалению, описывать и критиковать критическое мышление довольно сложно, ввиду того, что нет единого понимания этого термина, а потому многие критерии, которые мы обсуждали, взяты из разных подходов к данной теме. Именно поэтому не до конца понятно, что мы разбираем и что критикуем. И это, наверное, самая большая претензия к критическому мышлению, это самый большой подкоп и это самая большая проблема критического мышления. Те, кто его используют, они не знают, что это такое, потому что этого, наверное, нет. Это некая прескрипция, прежде всего, это то, как надо, чтобы было. Причем обоснования этого надо практически не существует. Вот у вас своеобразная этика условно-поведения, но эта этика не обусловлена почти ничем, кроме некоторых аспектов типа анализа, рефлексия, тоже непонятно, зачем она нужна и почему она нужна всем. У многих ученых ее почти нет, не знаю, в общем, как-то так. Как-то так. Вместо этого они решили размыть понятия и просто называть почти кого угодно представителями критического мышления. Каждый почти может себя назвать таковым. И ввиду этого тема критического мышления очень легко форсится во всяких бизнес-тренингах, тренингах личностного роста и прочих шарлатанских предприятиях, которые, ну, не особо вызывают доверие вообще ни в каком смысле. Уж точно похоже на обман, точно похоже на попытку одурачить население. Критическое мышление стало такой категорией, которая играет на самомнение людей с одной стороны, а с другой стороны очень неплохо продается. И ввиду того, что оно очень неплохо продается, у нас еще сверху куча шарлатанов и куча дураков, считающих себя критическими мыслящими. То есть я вас поздравляю. Из-за того, что изначально не было четкой методологии, мы попали в шарлатанский ад благодаря критическому мышлению. А все могло бы быть иначе, если бы понятие не было таким размытым, если бы были точные критерии и точные категории. Как, например, с научным методом. Довольно просто отличить, что научно, а что ненаучно. Есть там фальсифицируемость, верифицируемость, есть естественная установка. Если что-то не соответствует этим параметрам, это уже не научно, не соответствует научному методу и идет куда-нибудь подальше. Вот. Теперь вывод. Мы пришли к выводу. Мы пришли к итогу. Критическое мышление – это... Вот оно, определение критического мышления. Мы пришли к тому, что мы смогли составить определение критического мышления. Критическое мышление – это педагогическая модель оценки информации, которая имеет изменчивые атрибуты в разных системах, предлагаемых педагогами и психологами. Ничего не понятно, опять же, да? Ну, было понятно в том контексте, что были разные атрибуты у критического мышления, которые менялись постепенно. И все. Все атрибуты, которые были перечислены, вы можете брать их в разных комбинациях. Под критическим мышлением часто подразумеваются разные требования к мышлению человека и их комбинации. Комбинации этих требований. Требования мы перечислили, и есть разные их комбинации. Соответственно, комбинации могут быть довольно разными. Разные авторы, разные психологи, разные педагоги цепляются за разные аспекты так называемого критического мышления. Соответственно, наш анализ сводился к часто встречающимся требованиям и их проблемам, которые все же показывают, что критическое мышление не такое уж и критическое. Ограничений у него довольно много, и их стоит осознавать. Каждый из параметров критического мышления мы можем считать сомнительным. Впрочем, хотелось бы, чтобы люди, называющие себя критическими мыслящими, соответствовали менее абстрактным и более ясным ориентирам. На этом, я думаю, мы закончим лекцию. Большое спасибо за заказ, Элизабет Райт. Гигантское спасибо. Вы нам помогли создать эту лекцию. Лекция экспериментальная, лекция носит критический характер. Я думаю, у меня получилось провести, с одной стороны, критику, и с другой стороны, объяснить, что понимается под критическим мышлением. И почему есть альтернативы некоторые, и почему есть другие варианты. Почему, например, у критики в критическом мышлении есть альтернатива в виде кантовской критики. Почему у рефлексии, которая может пониматься в нескольких значениях, как в психологическом, просто, да, мышлении о своем собственном состоянии. Вот, психологическая рефлексия. А кантовская рефлексия, философское мышление о мышлении, о том, как мышление мыслит. И вот, вот тоже разницу вы здесь, я думаю, тоже могли увидеть, вот это вот, между двумя рефлексиями. Данная лекция, она действительно, лекция дефис опровержения, лекция критика. Не думаю, что я тотально опроверг критическое мышление, по крайней мере, потому что там нечего опровергать, там нет стройной, четкой концепции, которую понятно, как с ней работать и как ее опровергать. К сожалению, этого мы не наблюдаем. Но при этом всем, я думаю, мне удалось по каждому отдельному параметру вообще показать, что он есть в критическом мышлении, так или иначе, иногда появляется с одной стороны. И с другой стороны, показать, что все эти критерии, они довольно сомнительны. Особенно там тема здравым смыслом, скептицизмом, который вообще, ну, очень странно понимается в сообществе критически мыслящих людей. И многими другими параметрами. Еще раз спасибо, спасибо, друзья. Заказывайте обязательно лекции, лекции будем готовить. Эта лекция была абсолютно авторской, я замечу. У меня есть много лекций, которые были выполнены достаточно механически, взятые из разных книг и энциклопедий, и намешаны, перемешаны, созданы, склепаны, в общем-то, склепаны всякие монстры Фрекенштейна, которые я просто потом добавлял, обновлял всякой информацией своей, которую я знаю. Эта лекция является авторской, то есть здесь большая часть текста, она моя собственная, базирующаяся на прочтенных мной источниках, включая тексты Дьюи в данном случае и некоторые другие тексты, на которых я базировался. Тексты психологов, это тексты педагогов некоторых, современных более-менее. Это некоторые статьи, список литературы приводить не буду, мне лень. Все-таки мы сейчас не находимся в университете, и все-таки мы можем себе позволить этого не делать в данном случае. Более того, мы разбирали довольно абстрактную тему, которая является достаточно ходовой в современном обществе, и я думаю, те критерии, которые я обозначил, выше они вписываются в наиболее тривиальные источники. Ну, то есть, я думаю, все это осознают, что они в них вписываются, поэтому дополнительно ссылаться на кого-то я не вижу особого смысла. По крайней мере, в данный момент, по крайней мере, в данный момент. Если бы я критиковал прям конкретные учения, конкретные комбинации, вот учений, связанных с критическим мышлением, я бы, безусловно, наверное, взялся бы за цитаты текстов определенных авторов, как вот я Дьюи немножко процитировал и попереначивал, и даже текст назвал, так бы я взялся за каждого из них отдельно. Но я думаю, этому не место в данной лекции, обзорной, всего лишь полуторачасовой, и такие обзоры, если бы мы критиковали подробно всех, заняли бы много-много-много часов. И вот я не думаю, что мы бы хотели вообще всех взять и раскритиковать. Не сегодня, в общем. Спасибо, друзья, еще раз. Всем удачи, всем всего самого наилучшего. Я вас всех очень сильно люблю, друзья. Всего вам доброго, заказывайте лекции, приходите ко мне на стримы, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайки, ссылка в описании. Пока-пока, пока-пока, друзья.